Девушки отдыхают 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 я понимаю. Но говорят, что он трясет фактами. Хотя это тоже... Факты есть не у всех. У нас очень хорошая передача. Да, детская. Да, если учитывая большую любовь на Хейфицах порно... 50+. Соответственно, нам просто сказали, ну так вот, может быть, уже про литературу и кино. Или может просто про литературу. Не говорим, что у нас ведь все-таки... Так получилось, что последние несколько выпусков, после того, как сюда явился нагло Хейфиц, в наш уютный рок-культурный, начали говорить все больше о кино, о кино, о кино, позабыв театры, выставки всякие. В чем он не разбирается? Абсолютно не ориентированно. И вообще. И в связи с тем, что пришел Хейфиц, мы перестали говорить о современном искусстве, любимом детищем господина Орлова. Он его родил буквально современное искусство. Практически. Прародитель. Потому что Хейфиц ненавидит современное искусство. И все остальное. Поэтому мы сегодня сделаем небольшой такой вот литературное отступление. Зигзог. Нет, литературное отступление. Прекрасно. Поговорим о литературе. Кстати, в рамках «Артефактума» мы еще не говорили о литературе. Но мы же не просто о литературе, ты же не прав. Мы о литературе в привязке к ее взаимоотношениям с кино. Ну а литературе? Нет, мы можем вообще про литературу. Мы же вообще про литературу. Нет, не надо про литературу. Кинооплощение литературы. Печальной будет эта песня. О том, как птицы улетали. Так что, тогда можно, да? Ой, да. Ты просто сомневался, кто начнет. Нет, я просто... Нет, я в том смысле... Продолжить и закончить. Нет, я просто в том смысле, что если я во всем виноват, то я должен объяснить, чем я виноват. А я должен представить, может, кто-то впервые вообще включил... Ну, это вряд ли. Ну да, я понимаю. Нас никто не включает впервые. Да. Кто-то молится на Хейфице, кто-то ненавидит Орлова, а меня вообще не замечают. А кто-то ненавидит Хейфице и молится на Орлова. Поэтому мы скажем, что Орлов, Хейфице и вот Бархатов некто тоже здесь. Да, так вот, я хотел, так сказать, поговорить сегодня... Ну, коротко, это разговор короткий на самом деле. Ну, ссор. Нет, меньше на самом деле. Каратенечка так. Каратенечка, да, я каратенечка. И завел на три часа. Значит, поговорить о печальных взаимоотношениях литературы и кино. Потому что я не случайно всякий раз, когда я смотрю какой-то фильм, я отсылаюсь к литературе. Потому что либо мне кажется, что этот фильм конкретно идет по следам определенного писателя или определенного литературного произведения, или когда ты смотришь его, у тебя возникают ассоциации с каким-то литературным произведением или с каким-то писателем. В каком-то смысле для меня на самом деле кинематограф – внебрачный сын литературы. Он так или иначе, как мне кажется, порожден желанием людей увидеть на экране то, что они прочли когда-то, или тех, о ком они прочли когда-то. То есть литературный кинал, живший от книги. Совершенно верно. Ну я из этого правила сделал бы только исключение для братьев, которые сняли «Прибытие поезда». Правда, мне кажется, что сняли они «Прибытие поезда», когда… Не тот путь. Нет. Они сняли «Прибытие поезда», потому что читали Анну Каренину в гнусном переводе на французский. Ну мне так кажется. Я других поводов не вижу. Зачем снимать «Прибытие поезда», если ты Анну Каренину не читал? Мне это непонятно. Казанский вокзал. Да, Казанский вокзал. Значит, Парижа. В Париже же тоже есть Казанский вокзал. Везде есть. Доминитный Казанский вокзал. Доминитный Казанский вокзал, да. Так вот, значит, мне кажется, что литература – это мама кинематографа, которого родила совершенно абсолютно, абсолютно, значит, так сказать, независимо от своего желания, а случайно, абсолютно, вступив в соитие с бытом. Вот когда литература вступила в соитие с бытом, она не предохранилась и родился кинематограф. И поэтому я всегда, что бы я ни смотрел, даже мультфильм, в моем воспаленном воображении всегда рождается и очень быстро определенная ассоциация либо с каким-то литературным произведением, либо с какими-то литературными героями. И в связи с этим я не могу не посвятить какое-то время тому, чтобы описать печальное взаимоотношение литературы и кинематографа. Посвяти. Посвящаю. Значит, вся эта история делится, как мне кажется, на две части. Часть первая, которую я называю «честной», это экранизация. То есть вот некоторый режиссер какой-то. Можно добавить, прости, слово «тупая». Можно добавить «тупая». Можно сказать, прямолинейная, последовательная. Ну, собственно, экранизация для меня это и есть… Иногда тупое, иногда не очень тупое. Иногда круглое. Да. Следование литературному, так сказать, сюжету и сценарию. Оригиналу. Да, оригиналу. Так вот, экранизация. И вторая часть, то, что я сам для себя называю и часто вижу в титрах, по мотивам. Да? То есть в обоих случаях режиссеры поступают честно. Они не притворяются. Они сразу отсылают зрителя к определенному литературному произведению. Но в одном случае они говорят, что я просто буду экранизировать это произведение. А в другом случае я маленечко еще свое туда добавлю. Или вообще ничего не оставлю. Маленечко. Совсем не маленечко. Да. Или вообще ничего не оставлю от литературного произведения, но по мотивам, потому что я бы не снял этот фильм, если бы не прочел эту книгу. Ну, я вот как бы тут сделал бы свою ремарку. Ну, естественно. Вторые, как говорится, фильмы мне нравятся больше. Ну, это вот ты как бы просто у меня отнимаешь мой хлеб. Зачем тебе хлеб? Собственно, ты этим и занимаешься всю жизнь. Да, а что мне еще делать? Не дарить же тебе хлеб. В масла хоть сую намажь, я не знаю, икру, колбасу. Да. И верни. Свою колбасу намажать? Верни, и верни. Намажь твою колбасу. Ножики тебе дают. Юра подался. Ну, не даст работать с собой. Нет. Так вот, это кто? Это поезд? Это прибытие поезд? Это Анна Каренина приехала. Это она кричит уже под, так сказать, под колесами. Под дом провоза. Под данной Карениной. Долго же он ее переезжал. Мы не знаем, под кем кричит Анна Каренина. Он ее размазал. Ну, вот. Короче говоря, я просто сразу, чтобы всем было ясно, приведу два примера самых ярких, да? Итак, пример экранизации. Мне кажется, что из тех экранизаций, которые я в своей жизни видел, из всех, самое лучшее – это «Война и мир», снятая Бандергеком. То есть Бандарчуком. Да, вот. Вот это, во-первых, на мой взгляд, честнейшая. Честнейшая. Во-вторых, я скажу, очень богатая. Еще бы. Вот. Там такие деньги были. Да, очень богатая. И я скажу, что, ну… Очень похожая. Нет. Ну, высококачественная, я скажу. Похожая на что? Высококачественная работа. Действительность. Ну да, высококачественная работа. Костюмы, массовка. 500 тысяч миллионов человек. Третья серия, например, где он снимает «Бородино», собственно, это, мне кажется, в советском кино вообще одна из лучших батальных, пускай, 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 пускай. Да, и вообще сама битва «Бородинская» была гораздо скромнее. Очевидно. Я совершенно убежден. Возьми меньше бюджета. Да. Но у него далеко был режиссер. Да. Правда? Причем не русским. Неплохо. Не русским. Да. Что при «Ле-Русском»? Нет, подождите. Там было два режиссера. Чего вы… Зачем? «Бородинскую битву настоящую» сняли два режиссера. Притедунский. Кутузов и французов. Так вот, значит… А это у Дурова Говорухин? Этот, ну, я тоже. Это их псевдонимы. Так вот, они… Фу ты, они. Значит, Бондарчук снял честно, богато, аккуратно. Точно. Там много было для меня непонятных вещей. Я не понимаю, зачем было снимать свою жену в роли Элен. Ну, я много там чего не понимаю. Надо же вот эту жену использовать. Ну, нет. Ну, я наивный чукотский юноша. Оставьте мне мои иллюзии. Он так видел. Ну, хорошо. Я не… Кстати говоря, он так видел. Кстати говоря, Эйхенбаум, посмотрев этот фильм… Куда Баум? Эйхенбаум, которого звали Старый Эйх, он, посмотрев этот фильм, сказал про, значит, про Балконского. Он сказал поразительную фразу. Он сказал, разве это Балконский? Это полковник КГБ. Чем, кстати, пробил насквозь. Есть 17 мгновений весны в исполнении Тихонова. И та с уполномочен заявить или сообщить, не помню. Короче говоря, что касается Балконского, может быть, я не знаю. Но вот Безухов, на мой взгляд, был сыгран превосходно. Я люблю Безухова в исполнении Бондарчука. Без чего любишь? Он мне нравится. Правда, что меня страшно огорчило в этой экранизации, что очень грубо поступил Бондарчук с финалом. Как вы помните, финал «Войны и мира» не экранизован Бондарчуком. А зачем? То есть там не показано ни Ростова в роли самки, да, которую разочарованно описывал Лев Толстой, ни Николай Ростов в роли бездушного новомодного помещика, ни несчастный Николенька в роли будущего декабриста, да? Никто там вот этого ничего нет. Там всё обрывается сияющим взором актрисы Савельевой, который будет делать час предложения Бондарчук. Буквально над трупом умершего друга. Вот это экранизация. Теперь я приведу пример, на мой взгляд, для меня самый яркий пример, по мотивам. Когда от, собственно, литературного произведения не остаётся ничего, а автор, просто упомянув, что снимает по мотивам этого произведения, дальше подчиняется исключительно ряду своих собственных ассоциаций, не адресуясь больше к литературному... Сталкер. Совершенно верно. Сталкер. Ничего себе, ничего нет. Да практически. Ну, ничего нет. Ну, практически, это о другом. От пикника на обучине в Сталкере для меня нет ничего. Там даже персонажи другие, можно сказать. Для меня, ну, Саша, ну, я могу ошибаться? Ну, для меня от Стругацких в Сталкере не осталось ничего, кроме впечатлений и ассоциаций, и алюзий. Знаешь, что можно добавить ещё? Зона, как понять. Да нет, там по-другому всё. Это примерно то же самое, что сделали в «Чародеях» из этого самого «Понедельника». Не, ну, это просто пошлость. Ну, да. Дело в том, что... Нет, если он назвал гениальное произведение, я сейчас привожу попсовое, скажем так, произведение. Ну, да. Но суть в том, суть-то мы говорим о том, что от книги там осталось только некое упоминание, по-прочому счёту. Да, некие главные, некие герои. Потому что тем же самым, если мы возьмём «Чародеев», мы имеем тот же самый институт, тех же самых персонажей. Почти то же самое, но о другом. Я понимаю, но... Ну, хорошо, ну что, ну это мои впечатления. Нет, нет, я просто... А я с ним согласен, да. Я удивляюсь, почему ты столь радикал. Ну, мне так... Я понимаю, что это мотивы, даже говорить не о чём. Но говорить, что там вообще нет ничего от книги, но я бы... Нету. Ну, нету ничего. Ну, зона-то есть? Ну, зона есть, но совсем другая зона. Шухар есть? Ну, проводник есть, но совсем другой проводник. Игрушки эти зоны, вот эти страны. Ну, это... И даже если взять этого бандюгана, какие два разных бандюгана в книге в этом самом? Мне кажется, что Стругацкие писали совсем не о том, я вот так скажу, о чём снял фильм Тарковский. Есть понятие комнаты там, не помнишь? Ну, ну, я помню. Хорошо. Мне так кажется, что это на разные темы. Они писали, знали для него, 8 раз переписывали. Это, да, это я помню эту историю, и там трагическая совершенно. Ну, в конце концов... С Федрихом Незнанским, да, какая-то там, с кем там трагическая история? Почему? Они вдвоём, братья писали. Нет, ну, кто-то там оказался обиженным, фильм переснимали, или там оператор смыл там свою работу, другого оператора. Ну, в общем... Нет, это при проявке была загублена... Ну, хорошо. Кстати, если упомянуть Стругацких, насколько я помню, из этого интервью Стругацких, он сказал, что единственная экранизация, нравится как раз вот младшего Бондарчука, вот недавнешняя, это самое, как же его, вся вот эта вот... А, нет, это обитаемый остров? Обитаемый остров, да. Серьёзно? Да, это он об этом говорил. Нет, он что имел в виду? Это удивительно. Да нет же, он имел в виду аккуратное исследование сюжетной линии. Вот, если мы говорим об экранизации... Да, мы же про экранизацию сейчас говорим, не про фильмы. Да, потому что обитаемый остров, это... Ну, это вообще не фильм. Это ужас. Ну, это ужас, конечно. Ну, это очень спорно. Ну, это экранизация. Я считаю, нет, я считаю, что это очень хорошее коммерческое кино. Да, коммерческое кино прекрасно. Я считаю, что это хорошая коммерческая картинка. Да, это попса. Это хорошая картинка. Ну, хорошо. Итак, вот для меня существуют два вот этих вот ярчайших примера экранизации и фильма, снятого по мотивам, да? Вот в промежутке между этими двумя крайними, так сказать, взаимоотношениями и лежит всё остальное, снятое так или иначе, в том смысле, что режиссёр в той или иной степени отталкивается от литературного произведения. Значит, как я уже сказал, для меня история взаимоотношений литературы и кино печальна. Это история постоянной ревности непослушного сына к своей плохой матери. Вот кинематограф – это вот ужасный ребёнок, infantiable, а литература – это мама, которая об этом ребёнке совершенно не заботилась и не хотела его. И в постоянном споре как бы сын доказывает маме, что нет, я гений, а ты меня никак не ценила, а мама ему всё время говорит, да и общить я не хотела, что ты ко мне какие-то претензии предъявляешь. Ты вообще родился без всякого моего участия исключительно механически. Вот в этом смысле всё происходит. И очень часто поэтому я слышу такие фразы от людей, которые очень любят литературу, что они просто не могут смотреть кино, особенно то кино, которое снято именно по книгам. Предположим, вот я сейчас услышу мнение, что того же Толстого просто смотреть невозможно для тех, кто его читал. Ну окей. Правда, на мой взгляд, есть несколько примеров в истории кинематографа, их очень мало. Я знаю только два, но, наверное, их гораздо больше. Когда взаимоотношения между сыном кинематографом и мамой литературой приобретают некую третью форму, это и не экранизация, и не снято по мотивам. А я не знаю, как это назвать. Ну просто автор сценария, частенько он же режиссёр, автор литературной основы. Нет, я не это имел в виду. Смотри, что я имею в виду. Я имею в виду Борис Годунов, режиссёра вот этого... Мерзоева? Да, Мерзоева. Когда берётся полностью литературная основа совершенно вся, то есть как бы снимается экранизация, да? Но при этом действие переносится в совершенно иной... Ну это не он придумал, это уже много раз. Я знаю, что не он придумал. Ромео и Джульетта с Леонардо Ди Каприо, где действие... Много, много фильмов. Да, да. Вот этот вот пример, я сам не знаю, как его пока... Мне, кстати, очень нравится этот трюк. Да, это интересно. Вот этот вот пример для меня не укладывается ни в строгую экранизацию, ни в по мотивам. Нет, ну скорее это ближе к мотивам. Ну ближе к мотивам, наверное. Но с экранизацией роднит то, что идёт строжайшее следование тексту. Это, знаешь, это некий симбиоз получается в таком случае. Возможно. Возможно. Мне это представляется интересным, хотя... Экроматив. Что-что? Экроматив. Экроматив. Я не знаю, что это такое. Прости меня, пожалуйста. Ну он, славотворец. Я не знаю, что это такое. Экроматив. Хорошо, хоть не некроматив. Может быть, мотивизация тогда уж? Мотивизация. Так вот, я что хочу сказать-то, что для меня это пока неопределяемый мною некий жанр. Я смотрю на это всегда с интересом. Как на эксперимент. Но, да, как на эксперимент. Но ощущения у меня пока скорее смутные, чем какие-то радостные, как бывают при открытии какого-то нового для тебя жанра. Вот этого не было, а вот это получилось, и ты счастлив. Для меня какие-то пока смутные. Не могу определить, хорошо это для меня или плохо. Вот, собственно говоря, и все, что я сегодня хотел сказать. Я лично, я лично... Не прошло и полчаса. Да. Я лично, как я уже говорил, всегда отсылаюсь к литературе в виде какой-то фильм. По той простой причине, что для меня, как я уже сказал, просто повторю, еще раз вобью этот гвоздь. Для меня кинематограф – это сын литературы. Но что касается того, что мне больше нравится – экранизация или снято по мотивам. Это зависит только от того, как снято. Я готов, да. Я готов принять хорошую экранизацию и не готов принять плохо по мотивам. Или наоборот, готов принять хорошо по мотивам, не готов принять плохую экранизацию. На связи с Тругацким, насколько я помню, тебе все-таки нравится Сталкер, который очень по мотивам. И тебе совершенно не нравится последнее творение, как говорится, Бондарчука, которое снято вроде бы, как утверждает, по-моему, Тругацкий очень близко. Нет, мне нравится то, что снял Бондарчук, потому что, я скажу, что свою задачу он выполнил. Вот я, да, я про это всегда говорю. Вот Федор Бондарчук, он с самого начала, как мне кажется, он ставил задачу снять кассовое кино. С картинкой. Да, это фильм для меня, для меня «Обитаемый остров» – это фильм-клип. Вот лично для меня. Это клип. Я его смотрю, как клип. Ты знаешь, что я сейчас вспомнил? Я, да, ведь сейчас слушал тут запись, она уже давнишняя, по-моему, недели две или три назад, был уважаемый мной дьякон, отец Кураев у Собчак в этом самом «Дожде». И они там как раз говорили, что Кураев, он дружил с этим самым, как же его, с Бодровым-то, да? Вот они говорили про брата. Вот про этого брата-то, который там один-два. И как раз он говорил, что они обсуждали про то, про там вот про жесток и все остальное. И там был такой вот у них разговор о том, что для того, чтобы на доступном для определенных людей языке донести некую мысль, надо начать вот так, вот так, вот так и прийти к чему-то, да? Вот, поэтому я сейчас к чему сейчас это дело все вспомнил? Что для того, чтобы донести какие-то, может быть, глубинные мысли Стургатских, нужно именно, как Бондарчук, показывать вот так. Потому что по-другому слушать их не будут. Ну, у меня сразу возникает к тебе вопрос, донести до кого? До меня, например, не нужно было доводить мысли Стургатских. Тебя не нужно, ты Стургатских уже читал. Ай, правильно. Вот, правильно. Молодец, правильно. А тут я опять тебе отсылаю, ты наверняка видел, все уже это видели, это кастинг на там самом общественном телевидении, да? Нет, я не знаю. Ты не видел? Ну, посмотри, вот я много где повесил у себя там в Google+, и так далее. Вот, это недавно был кастинг на ведущих новостей. Из разных регионов приезжали люди, которые написали заявление на этот кастинг, и они там проходили вот именно съемку, и там в том числе были опросник некий. И там им задавали вопросы. Предположим, был вопрос, куда впадает Волга. Да, да. Практически никто не вспомнил, куда она впадает. Тот сказал, что она никуда не впадает. Как, никто не сказал правильно, куда она впадает? Единственный человек сказал, что Волга, по-моему, впадает в Каспийское море, но, наверное, я сказал глупость. Вот. Это... Ты что, смеешься? Нет, посмотри, посмотри. Вот, я тебе пришлю ссылку. Вот, более того, когда им задали вопрос, а кто такой Сергей Магницкий? Да. Кто-то говорил, что это тот человек, который написал какой-то указ плохой, ради которого сейчас люди выходят. Кто-то говорил, что это... Боже мой, где я живу? Так в этом все и дело. Кто-то говорил, что Сергей Магницкий это тот ребенок, которого заперли в Америке в машине. Кто-то говорил, что его не пустили из Лондона. Кто-то еще что-то такое. Это профессионалы на восьмюки, понимаешь? Да. Там... Они просто тети Маши с улицы. Их очень много. Боже мой, какой кошмар. Я поэтому... Ты спашешь для кого? Я тебе объясняю, для кого? Да, да, ты прав, ты прав. То есть, если Федор Бондарчук ставил задачу... А я думаю, что Андрей совершенно не прав. Может быть, побей меня. Потому что этим людям и не нужно все это. Ты заблуждаешься. Это моя точка зрения. Нет, книга не нужна, я согласен. Им это все знание, это чувство, это все знакомство с этой литературой, как и со многой другой литературой. Но нет, с хорошей литературой. Им это не нужно. Правильно, не нужно. И поэтому не нужно опошлять, упрощать, чтобы донести мысли, которые им не нужны. Я тебе разобью. А, не востребованность. Я разобью твой довод очень просто. Потому что я довольно-таки много общаюсь с подростками. Я знаю, что сейчас творится в школах. Понимаешь? Для того, чтобы тебе нужна была литература, тебе нужно, чтобы сильно помогли мама, папа, окружение и школа в том числе. Мама и папа сейчас практически никому не помогают. Они все занимаются тупо заработками. Погоди секундочку. Погоди. В школах это вообще просто ужас. Я просто когда наблюдаю, их ничего вообще там не учат. Просто вообще не учат ничему. Ну, может, я снова православец скоро буду учить. А так, в принципе, ничему не учат. Потому что я смотрю на тех, кто сейчас готовится к выпуску, предположим, да, вот уже к ЕГЭ окончательно заканчивают школу. 10-11 класс. Да. Они реально знают меньше, чем, не знаю, там, 5-6 класс какой-то советской школы. В наше время. Да. Потому что есть какие-то вещи, которые, вот как вот про ту же Волгу, которая впадает там куда-то, или не впадает, или сама в себя впадает. Кошмар. Совершенно, как бы, вот это на этом уровне. Так если человека изначально не приучили к каким-то вещам, потому что есть вещи, которые, вот как там какая-то таблица умножения или еще что-то. Тут, знаешь, опять же, я сам впадаю в грех, который я всегда вспоминаю цитату из Канан-Дуэлла, где Холмс с Ватсоном спорит, но опять же, Холмс профессионал. Да, да, да. Когда Холмс говорит, зачем? Мне это не нужно. Но зачем мне знать, что Земля вращается вокруг Солнца? Поэтому я не знаю. Может быть, я тоже сейчас страшно не прав. Может быть, на самом деле все это не нужно, куда впадает Волга. Может быть, не знать что-то другое, чего не знаем мы, знающие про впадание Волги. Может быть. Я не знаю. Я сам блуждаю. Знаешь, в чем он прав? Я все же, когда ты выйдешь на то, что ты хочешь сказать. А я рассуждаю по ходу и все время заблуждаюсь еще дальше. Не, не, смотри, знаешь, в чем он прав? Значит, продажи Анны Карениной, Саша, в советских магазинах, то есть в советских, в нынешних книжных магазинах московских продажи Анны Карениной выросли в два с половиной раза после того, как вышел фильм Анна Каренина. Потому что подняли интерес. Равно как идиот Достоевского. Да, да, да. То есть, более того, книжные магазины теперь подгадывают специально выпуск классики под какой-то фильм, который прошел. И более того, на странице обложки, Саша, кадр из фильма. Так вот я про что и говорю, сказав про Бондарчуга, что надо привлечь внимание. То есть, таким образом, как говорится, экранизируя что-то. Ну, вот это повод какой-то. Здесь благое дело. Делают то, чем сделаешь город. Значит, я уверен, насколько я могу быть уверен, что Бондарчук руководствовался совершенно иными. Это мы не знаем. Давайте будем лезть в голову Бондарчуку. Ну, наверняка. Но только не мотивом доступного просветительства. Безусловно. Я уверен. Совершенно. Для меня было большим шоком. Большой шок, маленький. Было шоком. Нет, ну большой шок, хорошо. Нет, просто шок. Гранд шок. Нет, маленьким шоком. Было шоком, что он вообще взялся это экранизировать. Я был потрясен. Изначально. Я совершенно просто потерялся. Не мог дней шесть, наверное, есть. Ну, может быть, пять. Ты что, богатая тема? Я сразу понял, что это будет суперпошность. Вот за что я вас не люблю эстетов? Да. И за то, что вы заранее за всех знаете, почему он взялся экранизировать. Потому что... Нет, секундочку, секундочку. Я это не высказывал на всю страну. Это же не обвинение, это же не вердит. Потому что я прекрасно знаю, на каком поле эстетическом работает Фёдор Бондарчук. И я отношусь с уважением к некоторым его работам. Но то, за что он взялся, я сразу понял, на основе того, что он снял, как это будет снято. Я с большим трудом заставил себя смотреть почти весь первый фильм. Я оба фильма смотрел и без труда. Я про себя сейчас говорю. Я не могу говорить про тебя, только про себя. И вот это вот упрощение, которого он не закладывал, он просто так видит. Конечно, это его право. А моё право говорить об этом, что он там наделал. Либо не видит, а хочет именно так транслировать. Не обязательно он так видит. Потому что он делает то, что... Смотри. Ты просто путаешь Бондарчука старшего и Бондарчука младшего. Да нет, я говорю вообще режиссёры. Их перепутал. Я говорю режиссёры вообще. Нет, смотри. Не все режиссёры показывают то, что они увидели. Некоторые режиссёры, как архитекторы, строят то, что у них заказывают. Да вот это может быть, Саша. Не, секундочку. То есть ты хочешь сказать, что человек снимает фильм, который... То, что хотят увидеть. Ну, по заказу. То, что хотят увидеть. Как ресторан. Ресторан-музыкант. А он так его снимает, как ему не свойственно самому. Андрюш, о чём ты говоришь? Не, не, не. Он не это говорит. Не в этом дело. Это его эстетика. Не в крови. Не, не, он не это говорит. Голливуд поставлен весь на том, что очень долго изучают, что хотят увидеть и как хотят увидеть. Ага. Именно поэтому фильм имеет колоссальный кастовый успех, потому что куча психологов... То есть изучают вообще... Конечно. Изучают, как... А я этого не знал. Как должен выглядеть даже главный герой. Какие у него глаза, зараза, должны... Во как. Ты смотри, вот в чём. Что серьёзный голливудский режиссёр никогда не сможет снять простецкую картину, которую заказывают зрители, как бы. Для этого есть другие режиссёры, для которых это органично и понятно. И они не могут снять сложный фильм. А кто тебе сказал, что он не простецкий голливудский режиссёр? Кто он? Ну, Бондарчук младший был. Он и есть простецкий. Так я и говорю, так он и снимает простецкую картину. Я и говорю, что это его органика, он не насилует себя. Вот смотри, вот есть Голливуд... Потому что есть запрос. Вот есть Голливуд, а есть такая компания Asylum, да? Которая снимает то же самое, что снимает Голливуд, но как бы подделки, да? То есть похожее название там. Терминатор, они снимают, например, Перминатор какой-нибудь, да? Которая практически то же самое, только там более дешёвые актёры, там более дешёвые съёмки и так далее. Вот Тоди сказал, что он не режиссёр Asylum, грубо говоря. Который, между прочим, многие эти фильмы имели колоссальный успех в России. Вот, почти добрая треть из этих фильмов в России в 90-е были просто страшно популярны. Мне кажется, мы ушли от темы. Я думаю, что он искренне снимает то, что он снимает. Да, кстати, вернёмся к литературе. Нет, почему? Это как раз и есть кино. Нет, смотрите, я понимаю всё это так, что вот если Андрюша прав, идёт некое изучение предварительное общественного мнения. Ну, конечно. Или если кто-то, скажем, из Друганов, с которыми Фёдор Бондарчук, например, по воскресеньям жарит шашлык, сказал ему, например, «Слышь там, Федь, а здорово было бы снять «Убитая в мостах». Ну, например, или жена ему говорит, он говорит, «О, это мысль». И начинает это снимать, и искренне, как может, для него... Либо в генернике рамки. Человек не может писать книгу, которая ему не близка. Я понял тебя, я понял тебя. Я считаю, мне кажется, и сейчас даже сформулирую, я когда вот смотрю иногда на Бондарчука, вообще я думаю о нём очень хорошо. Я тоже, тоже. Ну, я не знаю, я, наверное, ошибаюсь, но я думаю о нём очень хорошо. Я считаю, что он человек умный. И мне кажется, что он может снимать фильмы по-разному. И разные. Он не является достоинством. Возможно. Мне кажется, что Бондарчук... Андрей прав в чём? Мне кажется, что Бондарчук снял «Обитаемый остров» не так, как он снимал бы его для себя. Вот это, я считаю, невозможно. Ну, мне кажется, что это так. Почему невозможно? Мне кажется, ну, подожди, дайте скажу. Мне кажется, что если бы Бондарчук снимал «Обитаемый остров» для себя и своих друзей, он снял бы высокоинтеллектуальное кино. Он не умеет снимать высокоинтеллектуальное кино. Мне кажется, умеет. Например? Смотри, есть такой фильм «Три дня» или «Два дня», или как он, где он играет в Ксении Рапопорт или «Один день». Два дня. Два дня. Это Дуни Смирновой? Да. Фильм Дуни Смирновой. И что? Я внимательно на протяжении всего этого фильма смотрел на Бондарчука. Мне кажется, что он интеллектуал. Юр, значит, во-первых, там он был актером. Да-да-да, я понимаю, я понимаю. Он там оставался Бондарчуком, как актер все равно. Ну, хорошо. Значит, я слишком хорошо о нем думаю. Окей. Но мне кажется, что он бы снял «Обитаемый остров» по-другому, если бы он снимал для себя и узкого круга доверенных ему лиц. А он хотел, поставил перед собой задачу, в силу экономических соображений или каких-то других, снять попсовый боевик, в который позволил себе заложить несколько мыслей. Ты знаешь, ты знаешь, ты сейчас опять… Каких мыслей, взятых у Стругацких. Причем мне кажется, что всегда, когда… Сейчас скажу. Мне кажется, что всегда, когда Бондарчуку нужно было показать несколько мыслей в фильме «Обитаемый остров», он показывал Серебрякова. Ты знаешь, это самое… Юр, смотри. Я вас хочу увести еще немножко в сторону ненадолго. И мы, наверное, тут же на этом уходы лирически закончили, вернемся к литературе. Я хочу вспомнить про Жанну Фриске. Был просто я на одном мероприятии… Очень красивая женщина. Да, да, да. Было на одном журналистском мероприятии, где просто задавали вопросы. И я помню просто разговор. И там как раз получала та фраза, что Жанна Фриске на самом деле большая поклонница джаза. И для себя она поет джаз. И даже для себя что-то там записала. И для себя что-то там записала. Понимаешь, я как раз вот поэтому хочу согласиться полностью с Юрой, что если Бондарчук снимал фильм для себя, или просто вот он захотел, собрал кучу денег, сказал, мне плевать, какая будет касса, я на этом не зарабатываю, а просто хочу нечто сделать. Мы не знаем, как это было. Мы сейчас занимаемся гаданием. Я вот больше всего, как журналист, ненавижу гадания. Хорошо. А скажи мне его прошлые режиссерские работы. Они все коммерческие, как и Тимура Брикмамбетова. Тем не менее, ты думаешь о том, что он может снять некоммерческое кино? Может. Почему? Да потому что, нет, я как бы не скажу про режиссера, потому что тут у меня опыт меньше. Но я знаю огромное количество художников и музыкантов коммерческих, которые для себя делали совершенно другие вещи. Знаешь, как я бы тебе отвечу? Это не важно. Знаешь, как я тебе отвечу? Вот смотри, вот как я мог бы понять, умен или глуп, глухонемой? Вот допустим, передо мной глухонемой. И я хочу сам для себя понять, он умен или глуп? Что я сделаю? Как ты думаешь? Я посмотрю ему в глаза. Я знаю, что это смешно, но когда я смотрю в Бондарчуку в глаза, ну естественно, я с ним не знаком, экранному Бондарчуку Федорову, когда я смотрю в глаза, мне он представляется очень образованным и умным человеком. Возможно, я не прав. Нет, просто образованность и ум – это не исключительно те качества, которые позволяют снимать определенного вида кино. Наверное. Но мне кажется, что образованность и ум подвигают человека, подвигают человека в сторону… Общие слова и понятия. Да, конечно. Безусловно. В сторону арт-хауса, мне кажется, Бондарчук пошел бы с удовольствием, если бы у него были для этого экономические основания. Мне кажется, что он как человек вынужденный зарабатывать деньги и не заработавший пока, как говорит Андрей, таких денег, которые позволили бы ему… Мне кажется, что он уже некоторое время уже не вынужден зарабатывать. Он получил финансирование под свои проекты. Кстати, он сейчас снимает Сталинград, если мне поведение извиняется. Вот. Слишком улетелись, Бондарчук. Он снимает то, что он может снимать. Окей. И больше ничего. И так литература… И ты пишешь стихи, которые ты можешь писать. Не, не, ты тут неправ. Секундочку. Ахматова и Мандельштам попробовали написать несколько текстов, которые полюбил бы Сталин. Да. Но я талантливее их, потому что, когда мне надо было написать Олю Испит и кучу мерзких текстов, отвратительных, которые сделала группа «Нон» за равные по славе группе «Битлз», я это сделал левой рукой. Если бы сейчас нужно было написать для группы «Понос», он бы, собственно говоря, сделал снова и… Обязательно. И написал бы, собственно, какие-нибудь руки вверх запросто написал бы. Да, конечно. Нет, так у меня же есть нереализованный уже замечательный проект. Хулиганцы, мы помним. Да. Ну, это мы что там? Легко, левой рукой. Да. Поэтому я хочу, чтобы все-таки там просто… Что-то доктор столько кричит. Хочу, чтобы Саша что-нибудь сказал уже, кроме реплик. У него была какая-то своя там… Я, как всегда, разорался. Попей чай. Ну, возвращаясь к Толстову и теме экранизации как таковой, я все время вспоминаю очень неплохую работу Кайдановского, к сожалению, ныне покойного… Режиссерскую? Режиссерскую работу 1988 года, которая называлась «Простая смерть» по Толстому, по смерти Ивана Ильича. Очень… Это был его дебютный режиссерский… Ну, дипломный после высших курсов, насколько я помню. Он же закончил потом высшие режиссерские курсы, имея к этому моменту уже там кучу ролей актерских. Он еще и песни классные писал. Многие не знают. И я не знаю. Ну, вот. И фильм «Простая смерть» не смотрел. Я вспоминаю этот фильм с Приемаховым, с Френдлих. Я вспоминаю вот эту… вот эту эстетику кадра. И, в общем, я могу сказать, что это довольно… что это экранизация, в общем, скорее. И там звучат за кадром в его исполнении какие-то цитаты. из самого произведения. Очень точно подобранные… подобранные не то слово. Очень точно выбранные именно для этого кадра. Это очень аккуратная, точная работа. Это Толстой. Это вот такой Толстой Кадановского. Очень хорошая работа. Я очень советую всем посмотреть ее. Это вполне возможно сделать. Посмотрите. Обязательно. Посмотри. Это такой… ЧБ. Да-да. ЧБ Толстой. Да-да-да. Приемахов. Ну да. Иван Ильич, который лежит в кровати спиной в камере, лицом к стенке. И люди, которые суетятся вокруг него. Эти реплики. Оставьте меня. Ну, это… Да-да-да. Это Толстой. Это Кадановский и это Толстой. Что касается более общего взгляда на вопрос, то, повторяю, что я… ну, не хотелось бы уходить в частности. Хотя… Хотя… И очень… И очень хочется. Я, например, не считаю, что вот «Сталкер» и «Пикник» – это, безусловно, мотивы. Безусловно, мотивы. Но там есть все-таки некие реперные точки, которые… от чего отталкивался Тарковский, как от литературной основы все-таки, да? И ты знаешь, в принципе же всегда, ты прав, литература – основа. Даже если это не опубликованное заранее, написанное когда-то произведение, все равно это сценарий. А сценарий – это что? Литература. Литература. Да. Это точки, конечно, из которой растет вообще кинематограф, и иначе он не может. И даже документальное кино, в известном смысле, тоже самое. Хотя сценария ведь нет, говорят, в документальных фильмах. Такого вот как художественных. Ну да, ну хорошо, но он там технических будет, какая-то там раскадровка, что-то есть, да? То есть оно что-то пишется? Ну, что-то пишется, да. Ну, кроме, может быть, фильмов, когда человек идет с камерой по улице и снимает. Да, да. Ну да, да. Но он же тоже сам для себя написал «Иду по улице, снимаю». Ну да. Это же не спонтанное. Ну да. То есть в итоге была какая-то умственная работа предварительная. Просто она не… Перенесенная на бумагу. Ну да. Так или иначе. Больше или меньше. Да. В той или иной степени, да. И в этом смысле, конечно, вот эти родственные связи между одним и другим… Они просматриваются. Они просматриваются, да. И я думаю, что за них можно выпить. И чтобы они не просматривались. Что-то как-то ты очень мало. Или ты чего? Достаточно. Я думаю, что Юра сказал основное. Я только знаете, что… Ой, ой. Значит, поддерживая ваш тост, я хочу сказать, что мне было бы крайне интересно исследовать историю, когда человек посмотрел кино, а потом по его мотивам написал роман или стихотворение. Но это же невозможно? Возможно. У меня это было в жизни много раз. Ну, значит, все равно же кино снято по какому-то литературному тексту. Вот когда у меня это было много раз, я не мог, просматривая кино, отнестись к какому-то литературному, как ты говоришь, реперному скелету. Но после просмотра фильма я что-то писал. Такое было у меня. А, ну ты писал какое-то свое ощущение по мотивам увиденного. И тогда литература рождалась из видеоряда. Это вот для меня такой неисследованный мой личностный. Ну, это твои… Ты вдохновился. Знаете, еще небольшой камешек в это дело. Я просто хотел бы об экранизациях тоже сказать свое, потому что я хочу сейчас отослаться к произведениям, которые доктор всегда ругает, именно потому что он их никогда не читал. Я про Джан Роулинг. Я свое знакомство получил, можно сказать, через кино. Изначально получил знакомство с книгами. Потому что первый фильм, когда вышел, я никакой книги Джан Роулинг никогда не читал. Я просто как киношника, конечно, его посмотрел, и его, и помню это дурацкое обсуждение. На тот момент очень смешное обсуждение, что лучше, «Гарри Поттер» или «Властелин колец». Они вышли почти одновременно. Там с небольшим разрывом был большой дурацкий спор. Фильмы абсолютно разные, по абсолютно разным книгам абсолютно разного смысла. Но дело в том, что судьба Гарри Поттера сродни судьбе многих, ну, Гарри Поттер, точнее, Джан Роулинг, да, Гарри Поттер и Джан Роулинг, она сродни многих других писателей, потому что экранизовано нечто совершенно другое. Тут именно основа, вот как сейчас мы говорили про Столгарских, там основана картинка, потому что в фильме из книги взяли только фэнтезийную часть, то есть взяли только волшебство, магию и сделали реальную сказку. Ну, маленько, чуть глубже стали с более поздними сериями углубляться, что это серьезно, но дело в том, что книга Джан Роулинг, первая книга, на самом деле, она так и есть, она такая, думаю, сказочная, без особой глубины. Ну, где-то уже с третьей книги прослеживается очень серьезный, там, второй слой, а потом третий и четвертый. Там уже идут и социальные элементы, и политические элементы, и технология именно ихней политики, которая там просматривается, работы министерств и так далее, и колоссальный вот этот вот расизм, то, что там в притеснении несчастных, скажем так, сказанных существ, другими сказанными существами, там очень много. Я помню, что в свое время, когда я начал читать эту книгу, спираясь любопытством, потом, когда я зашел до более поздних книг, я потом уже ждал новые книги. И я посоветовал одному нашему с тобой общему знакомому прочитать эту книгу. Он, прочитав одну, по-моему, или две, вот уже есть более поздних, он сказал, нет, можно я это, говорит, не буду читать, говорит, я устал от этого гестапо, потому что настолько там действительно очень сложно и очень тяжело и очень глубоко, вот в политическом смысле это описано, это в фильмах ничего нет. И, соответственно, когда люди зачастую пытаются говорить мне про Гарри Поттера, вот, делая суждения о книгах по фильмам, это, наверное, общая беда вообще очень многих писать, не только Джан Роулинг. Я вот сейчас, как только, я вот как раз мне очень любопытно, как только вышла книга Джан Роулинг, я тут же купил ее в юфицированном виде за 150 рублей электронную версию. Вот, я, кстати, преклоняюсь в этом плане перед азбукой, я забыл, с кем они совместно выпустили, то, что они, в отличие от многих крикунов, взяли и издали, сразу же, одновременно вышла бумажная, электронная версия, бумажная в двух видах, обычная юфицированная и электронная. Я почему-то ей тогда позвонил, сразу сказал, говорю, что я считаю, что вот конкретный показатель того, что, это когда говорят, что якобы электронная книга мешает продажам, что плохому танцору, мы все знаем, что мешает. Ну да, конечно. Ничего не мешает, это разная аудитория. Абсолютно. И те, кто абсолютно дает себе отчет, он не боится этого эксперимента, они выдали за нормальную цену, сразу же сделали тут же электронный выход этой книги. Я купил, еще не читал, поэтому ничего не могу сказать. И мне как раз интересно, как литература ее другого жанра будет похожа на то. Я не читал, к сожалению, в английском, я не настолько хорошо знаю английский язык. Я нашел оптимальный перевод, не розмановский, он, как и говоришь, не мне одному не нравится, который переводил Фоттера. Я нашел того переводчика, который мне нравится, вот, я в нем прочитал. Вот, по разговорам с людьми, которые знают английский, это сделано именно, вот, как вот Саша правильно сказал, работают с идиомами, переводят не подстрочником, а переводят смысл, который она вкладывает в другой язык. Да, культура, другое звучание слов, там, сленговые понятия, каких-то вот выражений и так далее. Пытаются подобрать, вот. И в этом плане, скажем так, мне как раз интересно, насколько будет отличаться новая книга. И я думаю, что вот как раз вот это очень часто беда, почему, когда ты сказал, что для тебя кино – это жившая книга. Я считаю, что это как раз большая беда. Кино, я всегда за это выступаю, кино и литература – это два совершенно разных произведения. Просто точно так же, как некто, скульптор какой-то, предположим, что-то прочитав или что-то увидев, идет и ваяет скульптуру, он ваяет совершенно другое. Он не ваяет по мотиву женщины, которую он увидел, он ваяет вообще, может, совершенно другую женщину, но увидел здесь. Частый мужчина. Да, кстати. Боже мой, спасибо. Вот я считаю, кино – это ровно то же самое. Это когда некий скульптор что-то увидел, прочитал, идет и ваяет что-то свое, совершенно другое. Не надо никогда пройти параллели. Я когда смотрел «Гарри Поттера» фильм, я смотрел «Гарри Поттера» фильм, не пытаясь там увидеть книгу. Поэтому мне было совершенно непонятно, стена нигде, когда говорили, вот, опять от книги ничего не оставили. Да и что с ним? Это другое произведение. Но они ждали экранизацию. Не надо. Вспомни, как в советское время люди ревностно сравнивали увиденный только что фильм с литературной основой. И в 90% случаев они были недовольны, несоответствием. То есть книга имела приоритет в ощущениях. А знаешь, почему книга имеет приоритет? Человек, когда читает книгу, он сам наделяет персонажа какими-то внешними данными, каким-то голосом, каким-то манерами. А тут какой-то человек за него решил, как это будет. И мы видим, и это не сходит с нашими представлениями. Не сходится, да. А мы не можем это терпеть. В том-то и дело. Мы не будем это терпеть. Потому что упомянут, не знаю, Юра Волконский или еще кто-то такой, в его представлении, когда он читал книгу, видели, хорошо, если это совпало с тем образом, который был в кино. А ведь могло и совпасть. Нет, смотрите, в Советском Союзе вообще, я не помню, чтобы по советской книге кто-то что-то снимал по мотивам. Возьмите, как закалялась сталь, например. Нет, мы не мотивы. Это, возможно, была только экранизация и больше ничего. Ты сам упомянул сталь. Какие-то просто чисто литературные, не идеологические вещи снимались по мотивам. Я помню этот титр. Я помню. Он возникал периодически. Да, ну можно. Нет, ну опять, извините. Я сразу же вспоминаю. Я забыл название фильма. Он снятый по детям Короленко. Это Кира Муратова, которая даже сняла фамилию в титрах потом и поставили другую фамилию. Дети подземелья, что ли? Я забыл, как назвать. Средисяр камней. Средисяр камней. Абсолютно по мотивам. А детей подземелья Короленко ничего вообще нету. Именно по мотивам. И таких фильмов очень много. Причем снимали в основном такие, как там всякие Шипико, Муратова. То есть необычные режиссеры. То есть не Бондарчуки. Не Бондарчуки. Не Бондарчуки. Не папа, не сынок. Да, да, да. Они в этом, кстати, похожи абсолютно. Они оба прямые, мне кажется. Ну, сейчас мы опять поговорим. Ну, коливара. Нет, ну нельзя о них не говорить. Нельзя о них не говорить. Это большой стиль так называемый. О, большой. Нынешний. Это династия, чертова зима. Династия, исповедующая большой стиль в кино. Ну, смотрите, вот Бондарчуки, Бондарчуки. А судьба человека... И что, судьба человека? Ну, что, судьба человека. Ну, что? Экранизация судьбы человека. Это же экранизация Шолохова. Да. И снимал ее Бондарчук. Да. И ведь это блистательное кино. Ну, мы сейчас не будем говорить. Ну, окей. Это слишком такие вещи субъективные. Да. Субъективные. Ну, хорошо. Дело в том, что, да, в каком-то смысле, я понимаю, о чем говорит Андрей, что какие-то вещи не могли быть сняты по мотивам. Не могли. То есть, вот Шолохова нельзя было сняты по мотивам. Нет, нельзя. Строгацких можно? А вот Ростовского они сражались за ровно. Ну, потому что... А вот они сражались за ровно. А вот потому что Шолохов буквален. Буквален. Ну, да. А Строгацкие условны. Ну, да. То есть, там, по идее, не могло быть пассивов у Шолохова. Ну, конечно. Просто экранизация. Есть писатели исключительно идеологического характера, а есть писатели условные. Да, которые не могут быть иначе знаком. Разгром, по мотивам. Да. Ну, в общем, кстати... Нет, Фадеева «Разгром» и «По мотивам» я предстоит. А, кстати, книги по мотивам, да? Про это самое... Я, если бы хотел увидеть фильм по мотивам «Разгрома», я назвал бы его «Левинсон». Это что такое? Как? Ну, главный герой. Здрасте. А, я понял. Нет, если бы... А что он вообще «Разгром»? Нет, если бы ты назвал его «Создание», вот «Разгрома». Я назвал бы его «Левинсон». Хорошо, что вы не «Левинсон». Да не «Левинсон». Левинсон. Левинсон. Я понял. Сон Левина. Я сейчас понял, а есть же еще книги по мотивам. Книга по мотивам книг. «Молодая гвардия». Это же книга по мотивам реальных событий, которые ничего не имеют общего с тем, что описано в книге. По сути, да. Книга по мотивам. Подожди, разве «Молодая гвардия» в реальности была? Она абсолютно по-другому была. И все персонажи по-другому все вели и так далее. Потом по этой книге сняли экранизацию. А, и с тех пор мотивам нельзя было снять. А, ну да. И все, и дальше образцов. Никто уже не помнит, что там было на самом деле. Поэтому, на самом деле, как она снята экранизация, вроде бы точно. Но такая книга по мотивам, получается, что фильм по мотивам реальных событий. Есть такое определение по мотивам реальных событий. На основе реальных событий. На основе реальных событий. И на этой мажорной ноте. На мажорной ноте, безусловно. Мажорной попрощаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова